здравствуйте друзья вас приветствует алексей усадьба мятная поляна сегодня поляна поляна у нас не солнечная погода теплая но такая влажная сейчас буду заниматься вырубкой олешника все заросло я уже я уже часть вырубил выпилил не могу найти переходника на камеру а что буду применять вот такой статив главное пониже корню срезать когда косишь натыкаешься иногда а 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Слышу он с разбега штурмует бытовку и заскакивает вот на эту бытовку сходу У меня там осина рядом росла прям на торце Вот он с разбегу видимо на эту осину И на крышу от нее Слышать, что под бытовкой кто-то у тебя есть Субтитры сделал DimaTorzok Другая живность убегает А одно время у меня под бытовкой жаба жила Как начинался рассвет, она начинала не клакать, а гортанным таким звуком выдавать непонятно что Выбегаю, никого нету Потом я ее нашел и переместил дальше, чтобы она больше не беспокоила Дикая яблоня Яблоки какие-то корявые И тихо я Чуть облагороден Очень благороден ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Все деревья опиливаю по свой рост, чтобы было светло и приятно ходить. А не задевать головой все это и натыкаться в сутье глазами. Вот это было в июле скошено, опять все полезло. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот так становится красиво. 90% выпилил. Вот столько дров получилось. Прикольно, да? Все это ножовкой в ручную прокопашную. Без шума, без пыли. Маленько потные и усталые. Как в старину. Вот там осиновая роща. Здесь грибы растут. Этот год сухой. Ни одного гриба я не нашел. Только что ходил, смотрел. Может быть ближе к сентябрю что-нибудь появится. Хотя бы были дождики, туманы. То что надо для грибов. Продолжим дальше выпиливать. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Такая куча получилась за вчерашний день. Размеры где-то 4 метра по макушке. Это все придется или измельчителем, или постепенно сжигать. Обычно я сжигаю, получаю залу для подкормки растений. Я минут уже 50 воевал с тем участком. Его добил и получилось уже светло. У меня темно. Вот смотрите. Вот этот пятачок. Он участвовал в одном из видео. Когда я делал обход. Обход участка. Показывал яблони свои. Вот этот пятачок надо выпилить. Вот там пятачок. Вот этот пятачок. Вот этот. Подровнять березы, ветки. Сейчас подровняю сосну. Ветки сделаю, чтобы можно было в полный рост проходить. Вот такая вот трава. По пояс. Люпины. Дудки. Все заросло. Вот так красиво стало. Приятно глазу. С этой сосной. Ветки обрежу. В костерах. Вот сушничка выбрал. На костер растапливать. Удобно. Быстро загорается. Фактически с одной спички. Сосна дала зеленые шишечки. На рынке и встречали же. Есть варенье и шишек. Вот именно из таких зеленых шишек варится варенье. Вот я их пособираю. Себе сделаю тоже пару баночек варенья. Оно вкусное. Такое приятно терпкое. На вкус. Начал спиливать суки на сосне. Увидел гнездо. Вот гнездо птички. Там сейчас никого нет. Я его трогать не буду. Кустик небольшой олешника. И там тоже было маленькое гнездышко пустое. И следы натоптанного сильно было. Вот как раз лиса она и приходила. Видимо проведать гнездышко. Вот такие подарки бывают. Тихо. 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 Тихо.